Украина роет себе ям Казалось бы, украинские власти сделали всевозможное, чтобы дистанцироваться от России как можно дальше Оказывается, нет Глава СНБО предложил ввести уголовную ответственность за экономическое сотрудничество с Москвой Господину Торченову кажется, что нужна не только моральная, но и уголовная ответственность за финансовую поддержку страны-агрессора Для тех, кто закупает в России вещи, которые могут производиться на Украине Политик, сыгравший немалую роль в последнем кровавом Майдане, болезненно отреагировал на то, что филиал украинских железных дорог Заключил договор с РЖД на покупку 96 наградных знаков почетной железнодорожни В этом нет ничего удивительного По данным Государственной службы статистики, с января по май 2018 года больше всего товаров Украина закупила именно в России Общая сумма превысила 3 миллиарда долларов Импорт из России вырос почти на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года Украина по-прежнему покупает в России оборудование и запчасти, технику и товары народного потребления В конце концов, незалежная потребляет российский газ, при этом гордо заявляя, что покупает его по реверсу из Европы А украинские железные дороги покупают в России не только значки, но и технику для ремонта путей, расходные материалы и много чего еще После предложения Турчинова о посадках за торговлю с Россией в компаниях заявили об уже заключенном договоре на покупку электромагнитных релей российской компании Элтиза На сумму 10 миллионов гривен Очевидно, что политика замещения российской продукции, усердно проводимая украинскими властями с 2014 года, провалилась Сама жизнь доказывает, что Киев не может обойтись без ближайшего соседа Связи, выстраивавшиеся десятилетиями, разорвать не так-то просто Примеров этому не счесть Стало известно, что украинское военное руководство поздравило солдат агитационным роликом, который практически слово в слово повторяет российское видео Украинские агитаторы сели в лужу, но пытаются сохранить лицо и говорят, что повторение фраз, взятых из ролика о войсках специальных операций, на самом деле Тонкий троллинг Получается, что Торченав, предложивший сажать за экономические связи с Россией, тоже пошутил Или он таким образом готовит действующий режим к отправке в лагере В первую очередь, по замыслу кровавого пастора, посадить следует Петра Порошенко за шоколадную фабрику в России Его же можно отправить за решетку и за покупку российского газа Заодно на нары сядут украинские министры, одобряющие сотрудничество с Россией в атомной энергетике Сколько бы ни говорили на Украине о разрыве связей с Россией, на практике ничего не получается Понятно, что большинство громких заявлений представляют собой или предвыборный пиар В 2019 году на Украине пройдут выборы президента, или попытку заработать очки на европейской политической сцене Кстати, о выборах Александр Торченов считает, что Россия может попытаться оказать влияние на их результаты Но тут уж и сказать нечего Видимо, главе СНБО не дают покоя лавру американского прокурора Мюллера, расследующего сговор Членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими спецслужбами Новость была опубликована 7.56 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова